Всем привет! Всем доброе утро! Сегодня воскресенье. Какие планы у нас на сегодня? Папа наш сегодня опять уехал. Мы сегодня с Соней вдвоем. Вечером поедем забирать Димку от дедушки с бабушкой. Сейчас я хочу помыть посуду после завтрака. Мы уже позавтракали. И еще сегодня буду фаршировать перцы. И у меня осталось еще немножко кефира. Я хочу приготовить вафельки. Я вам уже показывала. С этого теста, которое я делаю на вафле. Можно делать вафли, если у вас есть такой мультипекарь, как у меня. Или можно делать панкейки. Просто жарится это как оладушки на сковородке без масла. С двух сторон получаются американские панкейки. Так что буду готовить. Вам расскажу рецепт. Очень быстро готовится. Очень вкусно на завтрак. Если у вас остается кефир, который стоит долго, уже такой уже кислый кефир. То есть вы его можете спокойно использовать. Никакого вкуса, никакого привкуса не будет. Так что... Субтитры сделал DimaTorzok Смотрите, посуду я помыла. Раковину я не мыла. Я ее просто вытерла с салфеткой. Вот я вам показывала фрекенбок микрофибра. Такая вот зелененькая. Смотрите на смеситель. Я его ничем не мыла. Я его просто протерла. Буквально 2 секунды. Чистая раковина, чистый смеситель. Вообще всем рекомендую. Я разогревала себе кофе. Потому что я не успела его попить. Вот. Пока буду пить кофе. Вам расскажу быстренько. Сейчас будем готовить перцы. Рис я буду варить в мультиварке. Пока будет вариться рис. Он буквально там минут 20 будет вариться. Потому что я делаю всего лишь один стакан. Мне понадобится где-то половина. А половину стакана мы просто скушаем отдельно. Буду варить рис. Делать фарш. Фарш у меня сегодня будет с куриной грудки. Сонька проснулась. Играется. Вот. И будем сегодня нафаршируем. Немного перцев. Чуть-чуть. Потому что есть одно и то же каждый день. Абсолютно не хочется. Надоело. София уже пытается ручками доставать до игрушек. Сонька. Скажи привет. Сонь. Привет. Скажи почти 4 месяца. Да? Вчера она достала игрушку. Лежала на животе и достала игрушку. Растет малыш? Мышка наша. Мышка капризулька. Да, Мишель? Кто хочет есть, кто не хочет. В общем, девчонками отдыхаем. У меня еще на заднем плане посудомойка, которую нужно разобрать. Ненавижу разбирать посудомойку. Потому что она находится у нас далеко от кухни. И вот это вот постоянно носить вообще не очень удобно. Но без посудомойки тоже никуда. Так, пару тарелок я, естественно, мою. А когда что-то большое, там, кастрюль, еще что-то. Это уже, конечно, пустой. Смотрите, перцы я почистила. Положила пока так. Сейчас рис сварится. А будет ночи нет. Это мне Соня помогает. Соня. Сейчас, смотрите. Это сейчас я почищу. И мне они сейчас не нужны. Вот эти вот, не знаю, как правильно они называются. Хвостики, да? И я их сложу в отдельный пакет. Сейчас, продолжим. Значит, я вот эти хвостики сложу в отдельный пакет. И закину в морозилку на зиму. Вот. Их можно порезать. Можно оставить просто убрать вот эти вот хвостики. Убрать вот эти. И вот эти штучки заморозить на зиму. Смотрите, еще. Вот эти вот семочки. Вы их тоже можете не выбрасывать. Их тоже можно будет сложить. Убрать только вот эти белые штучки. А вот такие вот семочки можно оставить. Можно их тоже порезать и тоже сложить в пакетики. И, например, зимой, когда вы будете готовить борщ, кинуть вот эти вот семочки. Они в борще, их не чувствуются. Но будет запах, если у вас нет перца, то от этих семечек будет очень сильный запах, запах лета, будет очень вкусно пахнуть перчиками. Поэтому вы можете попробовать заморозить хотя бы пару штучек, попробовать. Ну, единственное, что, конечно, лучше это все дело порезать меленько, и тогда в борще это не будет чувствоваться. Вы можете подливку бросить, вы можете, когда вы будете готовить картошку, тушить, вы точно можете бросить эти семечки. Ну, а так, естественно, на зиму я буду вам снимать отдельное видео про заморозку овощей на зиму. Обязательно перца, очень много замораживаю перца, помидор. Вообще классная штука зимой, очень вкусная и пахнет, правда, пахнет летом. Смотрите, о чем я говорила. Вот я все это дело порезала, видите? И в такой маленький пакетик, я сейчас таким вот маленьким пластом закину в морозилку. И летом, пожалуйста, вот можно, зимой точнее, можно напополам использовать или в мясо, или в борщ, или туда выходить, или просто пожарить, или даже в пиццу. Так что, мы выехали за Димкой, сейчас 5 часов, он выключился, 3 часа заснул, потому что у нас, наверное, сегодня будет веселый вечерок. Так что поехали за сэр. Все, мы уже приехали домой, забрали Димку, сейчас я его только что покормила перчиком. Как перчик? Да, новая машина. Да, новая машинка. Как перчик, вкусный был? Вот так очень некрасиво ты себя ведешь. Мам, ну я ничего не люблю. Ой, фу-фу, как некрасиво. Так что мы дома, будем отдыхать. А я ловуку, я ловуку. Скажи всем привет. Я ловуку, дедка. Ловуку хочешь показать? Да. Ну, вон там, да. Такая ранка упала, да? Да, упала. Больно было? Я делала на ручке. Все. Так что на этом буду с вами прощаться. Всем до завтра, всем пока-пока. Подписывайтесь. Ставьте пальчики вверх, скажи. Ставьте пальчики вверх. И всем до завтра. Пока-пока. Пока.